Кешарак Ануар, Кубрахмед, новости вторника глазами наших корреспондентов в информационно-аналитической программе «Новое время» в студии я, Айгуль Мукей. Добрый вечер. О том, как развивается сегодня Жамбулская область, президенту доложил Аким региона. Ербол Харашукеев рассказал о динамичном росте практически по всем отраслям экономики, в том числе строительстве, транспорте, связи и аграрной сфере. Говоря об успехах в социальном секторе, Харашукеев сообщил о строительстве 26 больниц и больше 40 объектов образования. В этом году планируется приобрести новое медицинское оборудование и санитарные автомобили. А открытие 19 школ до конца этого года позволит решить проблему аварийных и трехсменных школ. Кроме того, в рамках исполнения поручений главы государства до конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 37 населенных пунктов. В завершении встречи Касмжомар Токаев поручил Акиму области обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повысить рост благосостояния населения. За первое полугодие 2024 года в области обеспечен экономический рост. Привлечено 196 миллиардов тенге инвестиций. До конца 2024 года будет запущено 19 новых производств. Стабильный рост наблюдается и в сельском хозяйстве, одном из приоритетных отраслей экономики области. Наши аграрии уже приступили к уборке урожая. Прогнозный объем валового сбора основных культур ожидается на уровне 2,1 миллиона тонн. А в Астане в этом году построят 20 школ и 6 студенческих общежитий. Об этом главе государства доложил Аким столицы Женес Хасмбек. Он также рассказал о работе по завершению жилых комплексов долгостроев. Ключи от квартиры вручены 15,5 тысячам семей дольщиков из 16 тысяч. Оставшиеся получат ключи до конца этого года. Что касается отопительного сезона, то в этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции Тельмана, вторую очередь станции Туран и угольную часть ТЭЦ-3, сообщил Акимгородов. В завершение Касамжамар Токаев поставил ряд задач по социально-экономическому развитию и благоустройству города, а также подготовке к пятым всемирным играм кочевников. И сегодня же президент Токаев принял главу Казатомпрома. Миржан Юсупов доложил, что за отчетный период показатели по производству и продажам урана составили порядка 11 и 8 тысяч соответственно. А кроме того, речь шла и о социальной ответственности компании. С начала года Казатомпром направил больше 3,5 миллиардов тенге на социальное развитие регионов, включая помощь пострадавшим от паводков. Рассказал Юсупов и о проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы. Глава государства был также проинформирован о реализуемых проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы страны. Результатом работы в данном направлении стал прирост запасов компании за счет участка номер 3 месторождения Инкай. Объем данного прироста оценивается в 83 тысячи тонн урана. В Казахстане до конца года планируется завершить работу по запуску единого реестра отечественных производителей. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр промышленности и строительства Канад Шарлапаев. По его словам, реестр будет включать полные сведения о казахстанских товаропроизводителях, в том числе производимые товары, виды деятельности, количество работников и объем производства. Субъекты, включенные в реестр, получат приоритетный доступ к мерам государственного стимулирования, закупочным платформам как государственным, так и квази-госсектора и недропользователей. При этом основным условием для производителей будет повышение локализации производств. В свою очередь, премьер-министр подчеркнул, что в указанный реестр не следует включать лжепроизводителей. Лжасбертенов заявил, что сейчас многие страны, даже с высокоразвитой экономикой, активно проводят политику поддержки и защиты своего внутреннего рынка. Глава государства поручил в течение трех лет обеспечить 60-процентную долю казахстанских товаров и услуг в закупках недропользователей квази-государственного и государственного сектора. Реализация данного поручения позволит обеспечить загрузку отечественных производителей, повысить их деловую активность. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого Акима и отраслевых министерств. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный. Расширение перечня отечественных товаров в госзакупках – обязательный аванс производителю, запрет на закуп иностранных товаров, если на рынке есть казахстанские аналоги. Благодаря новым подходам к поддержке бизнеса в этом году удалось добиться рекордных показателей. С начала года казахстанские предприятия заключили 382 долгосрочных договора. Сумма по ним превысила 635 миллиардов тенге. Положительная динамика наблюдается в черной и цветной металлургии, химической, машиностроительной отраслях и производстве мебели. «Принятые меры способствуют укреплению отечественного производства и повышению уровня казахстанского содержания в государственных закупках. Они уже привели к увеличению доли казахстанского содержания в закупках до 54,3% за первое полугодие. Все вышеуказанные меры, в свою очередь, позволят обеспечить долю казахстанского содержания в регулируемых закупках более 60%. 112 миллионов тенге, между тем, выплатили бизнесменам, которые потерпели убытки из-за половодия в Ахтубе. Эти средства распределены между семью предпринимателями. По планам властей выплатить в этом месте еще 295 миллионов. Все подробности у моих коллег из региона. На этой станции технического обслуживания талая вода продержалась ровно 10 дней. Плавали здесь на лодках, рассказывает слесарь компании Канат Тауанов. Спасти успели только живность кота и собаку. Все остальное, инструменты для ремонта автомобилей, а также компьютерная техника, система видеонаблюдения, пришли в негодность. Для СТО, которая начала работать только 4 года назад, потери большие. Инструменты, бытовая техника, машины частные тут стояли. Все ушло под воду. Запчасти, они здесь хранились, заржавели. На помощь, которую нам оказали, мы восстановили камеры наблюдения. Компьютер приобрели, бытовую технику и инструменты частично. Работаем потихоньку. На сегодня члены региональной комиссии по возмещению ущерба рассмотрели половину из 76 заявок, поступивших им от пострадавших бизнесменов. 9 из них были отклонены из-за отсутствия правоустанавливающих документов, рассказывает руководитель управления предпринимательства Алмаз Салыхпаев. По его словам, на помощь от государства рассчитывают объекты торговли и сервиса. На сегодняшний день общая сумма заявок, которая была заявлена, это оставшиеся 34 предпринимателя, это 412 миллионов тенге. Из них на сегодняшний день первым семерым 112 миллионов тенге выплачено. Общее, да? Общее, да. Первым семерым обратившимся в июле месяце. В августе месяце планируем порядка 295 миллионов выплатить оставшимся предпринимателям. Средства на помощь, восстановление бизнеса в регион выделяются из резерва правительства. Всего на Актюбинскую область предусмотрено 733 миллиона тенге. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, Жебек Жола, Актюбе. А теперь о новостях из-за рубежа. Почти двое суток потребовалось спасателям, чтобы стабилизировать крупный лесной пожар под Афинами. Из-за продолжительной жары и шквалистого ветра вся территория Греции признана зоной повышенного риска пожаров. Эвакуация потребовалась тысячам людей и их населенных пунктах к северу от греческой столицы. Для размещения эвакуированных власти открыли Олимпийский стадион на севере Афин. Работе пожарных мешал сквалистый ветер, разгонявший пламя. На тушение стянули свыше 700 спасателей, 152 единицы спецтранспорта и почти 30 самолетов. Власти Греции сообщили, что 15 человек пострадали при пожаре. Речь идет об отравлении дымом и ожогов верхних дыхательных путей. По данным медиаслужбы, в начале недели в стране сохраняется почти 40 градусная жара и сильный ветер. Половина территории страны по-прежнему находится под высоким риском лесных пожаров. Между тем, в Барселонском институте глобального здравоохранения заявили, что свыше 47 тысяч человек погибли из-за аномальной жары в Европе в прошлом году. Сильнее всего пострадали страны, расположенные на юге. По информации АЭС Глобал, прошлый год был самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Изменения климата продолжают повышать температуру, а европейцы живут на самом быстро теплеющем континенте. Ученые также отметили, что жертв могло бы быть и больше, если бы не меры, помогающие людям адаптироваться к жаре. На 40% удалось снизить риски инвестирования в сектор зеленой энергетики в Казахстане благодаря проекту ОПРООН. Исследования установили в общей сложности 9 категорий рисков. В основном они касаются финансирования. Вызвать доверие инвесторов стало возможным в том числе за счет механизма аукционных торгов по отбору успешных проектов ВИЭ и запуска зеленых облигаций. На сегодня 60 предпринимателей получили льготные кредиты на внедрение зеленых технологий. А за счет разработанных инструментов господдержки им удалось привлечь и частные инвестиции в общей сложности на 5 миллионов долларов. Одним из ярких примеров такой поддержки является предприятие по производству биотоплива в Петропавловске. Продукты, изготавливаемые из древесных и льняных отходов, отличаются минимальными выбросами в атмосферу. Нам оказало поддержку в плане возмещения части расходов, которые мы понесли. То есть мы построили помещение, закупили все оборудование необходимое и нам финансовую часть из этой суммы нам вернули. У нас было финансирование, кредитование и часть этого кредита долга, то есть нам, про ООН, нам оно возместило. Соответственно, то есть у нас меньше сумок, так сказать, меньше затрат получилось на производство всего. Кроме того, в программе развития ООН заявляют, что благодаря принятому закону о поддержке использования возобновляемых источников энергии удалось устранить бюрократию. Теперь физическое лицо, которое имеет, к примеру, солнечную электростанцию, не обязано регистрироваться к АКП, чтобы продавать излишки энергии. То есть ключевые поправки, они касались дебюрократизации, процессов подключения к сетям, также была увеличена установленная мощность таких проектов со 100 кВт до 200 кВт. То есть сейчас бизнес может вполне себе установить солнечную станцию, установленную мощность 200 кВт у себя на крыше, потреблять электроэнергию для собственных нужд, а излишки продавать в сеть по установленному тарифу. Сегодня свой день рождения празднует старейшее Международное информагентство Казахстана. Начиная с первой газеты, выпущенной на печатном станке, и вот уже больше века, Казинформ остается примером для всего медиапространства. Его читали и читают миллионы людей по всему миру. Путь становления и перспективы крупнейшего информагентства страны в материале Тимирлана Тлеубаева. Казинформ получил свой нынешний облик. Нынешняя команда Казинформ достойно переняла этот опыт, сохранила его и трансформировала с учетом современных трендов. Именно этот прорыв, скажем так, он начался с тех времен, когда Международное агентство вошло в состав телерадиокомплекса президента. Это дало возможность агентству расширить свои, скажем так, горизонты и более активнее заявлять о себе на рынке. Свой 104-й день рождения Казинформ встречает бодро. У издания есть сайт, популярный телеграм-канал, а также гордость агентства, внутренние и внешние корреспонденты. Кстати, последних за годы существования становится только больше. Материалы пишутся на казахском, русском, английском, китайском и узбекском языках. Зарубежный контент обеспечивают журналисты из 11 стран. Также Казинформ сегодня активно сотрудничает с крупнейшими медиахолдингами мира. У нас хорошие ресурсы, и мы в полной мере используем их для распространения своего издания за рубежом. К примеру, пишем новости на китайском языке. Для этого у нас имеются учётные записи на платформах WeChat и Weibo, чтобы быть ближе к восточно-азиатской аудитории. Откуда мы получаем 25-30 миллионов просмотров в год. Как мне кажется, это хорошие показатели. Но есть куда стремиться, и мы работаем над расширением географии. Жанна Нурмагамбетова, выпускающая редактор англоязычной команды, больше 20 лет трудится на Казинфорум. По её мнению, за годы независимости издание значительно преобразилось. Как с технической стороны, так и с точки зрения наполнения. Агентство пишет об экономике, политике, культуре нашей страны и активно делится всем этим зарубежными читателями. Мы создаём свой эксклюзивный контент на английском языке благодаря пулу собственных журналистов. Мы широко представлены как в регионах, так и за рубежом. Наша редакция делает первые, но уверенные шаги, чтобы заявить о себе в международном инфопространстве. В эру цифровых возможностей Казинфорум имеет всё для успешной работы. Профессиональную команду, надёжных партнёров за рубежом, собственный сайт, который наполняется ежеминутно, и главное – читателей, доверяющих агентству. Казинфорум останется верным традициям, не боясь работать по-новому. Тамерланд Лиубаев, Рейнбек Бегужаев, Жебек Жола. Это были ключевые новости уходящего дня. Увидимся с вами завтра. До встречи в эфире. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова